Является ли этот год для нас самым неудачным для российской команды? Выяснилось, что нет. Более неудачно мы выступали также за океаном. Это было в канадском городе Хамильтон. Тогда никому не удалось выиграть золотые медали. В мужчинах первым стал Элвис Тойко. В женском катании Тара Лепински. В парном катании Мэнди Вёдс и Линга Штойра обошли Оксану Казакова Артура Дмитриева. А в танцах на льду Шелленборн Виктор Кратц в Канаде обыграли Анжелику Крылову и Олегу Овсяникову. Здесь у нас одно золото есть. Были времена и похуже, поэтому отчаиваться так уж не стоит. Это заокеанские времена. Как только проходит турнир за океаном, готовься к сюрпризам. Чемпионат мира в этом году будет проходить в Германии, так что будем надеяться, что... В следующем году также в Европе, а точнее в Москве. Что еще более приятно. Ну ладно, давайте не будем отвлекаться на разговоры, потому что на льду-то на самом деле чемпионы, победители нынешнего финала Гран-при. Причем чемпионы без каких-либо вопросов выиграли на одном дыхании, не совершив ни одной ошибки. Которая, пожалуй, самое яркое впечатление оставила в произвольной программе. Поэтому смотрим, сейчас смотрим их показательный номер. Китайский дуэт. Ксюшен и Хон Бу Джао. 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 В Санкт-Петербурге в сезоне 98-99 года, когда серебряными призерами стали Елена Бережна и Антон Сихарулидзе. А вот на следующий год они вновь победили уже в Лионе, где вторыми стали французы Стефан Бернадис, Сара Битбол и Стефан Бернадис. То есть дважды обыграли хозяев, вот на них не сказывается никакая предвзятость судейства. Кроме того, Ксюшен и Хон Бу Джао дважды становились чемпионами мира. Выигрывали турнир четырех континентов. Уж молчу о том, сколько раз они становились чемпионами своей страны.